День голосования Все избирательные участки, а их было 1916, закрыли свои двери. Теперь начинается не менее ответственный момент – подсчет голосов. Все оперативные данные поступают в областную избирательную комиссию. Там сейчас работает моя коллега Анастасия Цыганкова. Анастасия, добрый вечер. Готовы услышать обновленную информацию? Спасибо, коллега. А мы продолжаем следить за активностью жителей Иркутской области на выборах 2018 года. На данный момент общий процент – 50,19 жители Иркутской области уже отдали свой голос за кандидата. Что касается активности, то в Байендаевском районе – 60,75, в Черемховском районе – 59,88, в Катанский район – 58,77. Но стоит отметить, что здесь были досрочные выборы. Также активен и город Иркутск. В Ленинском округе чаще всего проголосовали 51,35 жителей. Октябрьский округ – 51,02%. Свердловский – 51,09. Правобережный – 48,34. Отстают город Бадайбой и районы – 43,78. Устелимский район – 43,71. Устюдинский район – 42,39. Пока здесь самая низкая явка по всей области. Мы же продолжим следить за активностью и расскажем вам уже в следующих выпусках о том, как проходят выборы 2018 года. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проголосовал сегодня в 10 утра в Ангарске по месту фактического проживания. Вместе с супругой глава при Ангаре прибыл на избирательный участок, который расположен на базе Ангарского лицея номер 2 имени Янгеля. Голосование – это как раз та самая малость, которая сплачивает людей для того, чтобы мы чувствовали себя единой стороной, единым обществом. Я никогда в жизни не пропускал никаких выборов, всегда голосовал. И, мало того, с такого маленького возраста ходил с бабушкой, которая, хоть у меня была и не очень грамотная, но приучала меня и прививала к тому, что это то, что ты должен, обязан делать всю свою жизнь. Одним из первых свой гражданский долг исполнил и председатель законодательного собрания при Ангаре Сергей Брилко, спикер регионального парламента, проголосовал на избирательном участке номер 647, который расположен на базе средней общеобразовательной школы номер 15 города Иркутска. Сергей Брилко отметил, выбор он сделал уже давно, сегодня лишь поставил галочку напротив фамилии кандидата. Я абсолютно уверен в том кандидате, которого я выбрал, и думаю, что этот кандидат сделает много для нашей страны. Вы знаете, мне пришлось много передвигаться по области, и я для себя сделал вывод о том, что жители Иркутской области заинтересованы в выборах президента Российской Федерации. Везде проявляется активность, задаются вопросы. Я убежден, что в Иркутской области активность на этих выборах президента Российской Федерации будет высокой. В Иркутске на избирательных участках работают комплексы избирательных бюллетеней. Всего 97 таких аппаратов у нас в городе. Одним из них, чтобы исполнить свой гражданский долг, воспользовался мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Градоначальник проголосовал на участке номер 612, который расположен на базе Иркутской общеобразовательной школы номер 39. Дмитрий Бердников отметил, несмотря на солнечный выходной день, было большое количество избирателей на участке и даже образовалась небольшая очередь. Это очень важно, прийти, проголосовать, выразить свою гражданскую позицию, выразить свое мнение. У нас активные жители, активные горожане. Я думаю, что многие, большинство найдет возможность прийти и проголосовать. Выполнить свой гражданский долг и заявить свою позицию, самое главное. Даже вот очередь выстраивается, вообще замечательно, с ребятишками приходят, молодежь приходит. На участках с наибольшей численностью избирателей в Ангарске установили обновленные КАИБы в город нефтехимиков. В преддверии дня выборов привезли 38 специальных устройств. Комплексы обработки избирательных бюллетеней были изготовлены по заказу ЦИК России. Более подробно об этом расскажет Наталья Никифорова. Добрый день, Иркутск, на связи Ангарск. Мы работаем на участке номер 103. Здесь при подсчете голосов используется новый комплекс обработки избирательных бюллетеней. Всего в Ангарский УИП поступило 40 аппаратов. Новые КАИБы принципиально не отличаются от предыдущей версии. По словам специалистов, машины стали умнее и автономнее. Члены комиссии прошли обучение заранее. Данные вводятся с помощью QR-кодов. Сканирующее устройство обладает независимым аккумулятором, который позволяет работать КАИБу в автономном режиме в течение часа. Итоговый протокол тоже будет содержать QR-код и будет введен в систему газ-выборы системным администраторам. Принцип работы КАИБа в прежней. Бюллетень лицевой стороной опускается вниз. Сканирующее устройство, которое определяет, за кого отдан голос. В новой версии устранены технические недочеты. К примеру, наматывание бюллетеней на вал. Комплексы обработки избирательных бюллетеней работают на участках с наибольшим числом избирателей. На всех остальных уик подсчитывать голоса будут вручную. Однако и за умными машинные данные все же будут перепроверять, чтобы выборы были по-настоящему честными и прозрачными. Мы продолжаем следить за ходом голосования. И еще о том, как день голосования прошел в городах Иркутской области. В Усть-Куте окончательных данных также пока нет, но председатели участковых избирательных комиссий отмечают хорошую явку местных жителей. По состоянию на 19 часов проголосовали почти 37% от общего числа зарегистрированных избирателей. По словам специалистов, заметно к президентским выборам граждане подошли очень ответственно, приходят с семьями. Временные участки развернули даже на двух вахтовых поселках с общим количеством жителей до полутора тысяч человек. Для тех, кто не смог самостоятельно прийти, по состоянию здоровья были организованы выезды на дом с урнами для голосования и бюллетенями. Специалисты наведались к 13 гражданам. В основном это пожилые люди. Все жители микрорайона Старый Усть-Кут. Добраться до них комиссии удалось по реке Лена с помощью катера на воздушной подушке. Всего же в районе было 44 избирательных участка. Чтобы власть критиковать, ее надо выбирать. Я живу по такому принципу. Не знаю, меня все устраивает. Я просто на выборы всегда хожу и буду ходить. Гражданский долг свой выполнить мне не все равно. Какая жизнь в будущем ждет в нашей стране. У меня двое детей взрослых. Хочется, чтобы они жили хорошо по-человечески. Поэтому всегда хожу. В списке избирателей в Иркутской области были включены 1 миллион 865 тысяч 247 человек. Особые условия традиционно создают для тех, кто голосует в перинатальных центрах. В Иркутский роддом сегодня также приехала выездная бригада избирательной комиссии. О том, как голосовали в интересном положении, подробнее в нашем материале. Сразу после утреннего осмотра молодые мамы приходят в актовый зал Иркутского перинатального центра, чтобы проголосовать. Тут их уже встречают люди в халатах и с переносными избирательными урнами для голосования. Здесь же присутствуют наблюдатели, которые следят за тем, чтобы все необходимые условия и процедуры были сохранены. Сегодня, согласно уточненным спискам, больше 100 человек, больше 100 женщин, которые оформили заявление. То есть вся процедура для реализации вправа, она исполнена. И сейчас мы будем, собственно говоря, предоставлять возможность для того, чтобы все наши пациентки, молодые мамочки в этот день проголосовали и сделали свой выбор. После члены выездной избирательной комиссии отправляются по разным отделениям. Это делается специально для тех женщин, которые в силу своего положения не могут далеко ходить. Будущая мама Юлия Еремеева рассказывает, что 18 марта собиралась прийти на выборы, уже на назначенный избирательный участок. Но у природы оказались свои планы. Так получилось, что я попала в роддом и очень хотела спросить, как же будет выпустить меня проголосовать. Пришли наши медсестры, дали анкеты, сказали, что сегодня в день голосования приедут и мы сможем проголосовать. Я, конечно, очень обрадовалась, потому что для меня это важно, для моей семьи сделать выбор. По признанию девушки, выборы в перинатальном центре выглядят необычно, но очень приятно, что у беременных женщин есть такая возможность. Немаловажную роль играет и то, что голосование проходит в особой атмосфере, ожидании счастья и радости. Такие эмоции уже испытали несколько мамочек. К 10 утра на свет в Иркутском городском перинатальном центре появилось трое малышей. Евгения Власюк, Олег Федоров, Павел Руденко. Новости сейчас. Особые условия для голосования сегодня были созданы и для слабослышащих людей. Так, на одном из избирательных участков в Шелихове помогала воспользоваться своим гражданским правом сурдопереводчик Ирина Сапожникова. Она работает с Домом глухонемых в Шелихове. В течение дня содействовала 15 жителям в прохождении процедуры голосования. Помощь оказалась полезной не только для людей с нарушением слуха, но и для работников избирательной комиссии. То, что сегодня, это первый раз, и мы тоже приятно удивлены, конечно, это очень хорошее мероприятие. Тем более, что очень организовано, и сразу несколько человек, и без всяких проблем. Так что это очень приятно. И для нас легче, что пришел уже сурдопереводчик, что мы уже знаем, что он поможет как-то. Своим правом выбора активно пользуются и те, кто сейчас находится под стражей. В сезон номер один сегодня голосуют подозреваемые, обвиняемые и сами сотрудники исправительной системы. Как проходят выборы в режиме объектом, расскажет Владимир Пеханов. Вам предлагается последовательный избирательный участок, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты Российской Федерации. Девять часов утра. Следственный изолятор номер один Иркутска. Начинается процедура голосования. Воспользоваться избирательным правом и отдать свой голос за одного из кандидатов пожелали более 600 человек. Это подозреваемые и обвиняемые. Среди них и Николай. Ему 18 лет. Признается. Думал, что проголосовать здесь будет сложнее, а подготовка займет много времени. Однако все оказалось просто. Обратился к администрации учреждения, и его включили в список избирателей. Не попал бы в СИЗО один, я бы не проголосовал бы, наверное, даже не посчитал бы нужным пойти проголосовать. Попав сюда, пообщався с окамерниками, с администрацией, я понял то, что от каждого россиянина зависит будущее России. Молодого избирателя поздравили с первым в его жизни выборами и вручили сувенир на память. Ранее работы по организации беспрепятственного участия в голосовании арестованных. У специалистов занимало очень много времени, так как документы, удостоверяющие личность, имеют далеко не все. В результате сотрудникам СИЗО приходилось восстанавливать паспорт гражданина России, собирать и искать все необходимые справки, документы, объезжать места регистрации. Все ради того, чтобы подследственный исполнил свой долг. Сейчас в СИЗО требуется лишь отправить запрос в миграционную службу на имя гражданина, откуда в короткий срок пришлют справку с его точными данными. Справка, заменяющая паспорт гражданина Российской Федерации, в котором указаны его фотографии, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. Подписывается начальником СИЗО, заверяется гербовой печатью. Эти справки мы вывозим в управление по вопросам миграции в отдел адресно-справочной работы, в которой гражданин по сведениям адресно-справочной работы указывается его адрес, место жительства. Это уже все отработано не один год. И Центральная избирательная комиссия давала соответствующие указания. И мы вопросы задавали, нам отвечали. В общем, проблем не составляет никаких для того, чтобы организовать голосование. В соседней кабинке голосуют сотрудники уголовно-исполнительной системы, кто сегодня находится на дежурстве. Работать избирательный участок будет, как и все остальные, до 20 часов. Владимир Пеханов, Сергей Полянский. Новости сейчас. Общественный порядок и безопасность на избирательных участках во время проведения выборов президента России в Иркутской области обеспечивают более 5000 сотрудников полиции. Кроме того, задействованы силы и средства сотрудников Росгвардии, работников частных охранных организаций, участников народных дружин и общественных формирований. На улице дежурят инспекторы ГИБДД и сотрудники патрульно-постовой службы. Отпуск не повод оставаться в стороне. Так решили сотни жителей при Ангаре, которые находятся на отдыхе или по работе в других странах. Эти кадры нам прислала иркутянка Елена Дорофеева. Она сейчас отдыхает на острове Пхукет в Таиланде. Как и в других странах, избирательный участок там работает в посольстве России. Такие кадры в социальных сетях выкладывают также и другие пользователи, которые сейчас отдыхают на острове. В канун единого дня голосования на горячую линию избирательной комиссии Иркутской области жители при Ангаре обращались с вопросами, где и как можно проголосовать, также в Китае и Вьетнаме. Жители России голосовали сегодня и в Японии. Своим избирательным правом в Токио воспользовалась Дарья Тюпина. Всем привет, меня зовут Дарья и я нахожусь в городе Токио, Япония. И сегодня впервые за все свои 27 лет я проголосовала. На самом деле происходило это все в посольстве России, в Токио, в центре Токио. Очень много народу приходило, были журналисты, была очень такая, достаточно большая охрана. И, не знаю, для меня это было настолько волнительно, что впервые я голосую, впервые я прохожу через всю эту процедуру. Вот, и да, я сегодня, наверное, впервые поняла, насколько это важно оставать свою гражданскую позицию, даже находясь не в своей стране. И возвращаемся в Иркутскую область. Раньше других жителей при Ангаре отдали голос за кандидатов президента России почти 5000 человек. Это те, кто проживает в отдаленных и труднодоступных территориях региона. Галочку в бюллетенях еще 4 марта поставили жители сел Бодайбинского, Братского, Катанского, Керенского, Нижнеудинского, Усть-Кутского и Чумского районов. Самая высокая явка была зарегистрирована на избирательном участке Братского района. Там проголосовали 1649 избирателей. Это жители поселков Добчурха, Ранжино, Карахун, Прибойный, Наратай и Озерный. И к новостям соседних регионов. Так же, как и в Иркутской области, в Бурятии, Забайкальском крае и Монголии избирательные участки уже закрылись. Как там прошел день голосования, расскажем далее. В Бурятии к полудню проголосовало почти 40% избирателей. Высокую явку показывают северные районы республики. На избирательных участках пришло больше половины граждан. Кроме того, во многих отдаленных уголках Бурятии голосовали досрочно порядка 4000 человек. В передовиках Хоринские и Яравнинские районы. В столице Улан-Удэ явка также порядка 40%. Ни один голос не останется неучтенным. Всем дается возможность проголосовать и даже дома. Причем доказывать, что вы внезапно заболели или, к примеру, неважно чувствует себя кто-то из ваших родных, вам не придется. Справку, бюллетень или другой подтверждающий документ с вас не потребуют. Главное, вовремя сообщите вашей избирком и к вам приедут. О том, как проходит голосование на дому, расскажет мой коллега Алексей Унагаев. С самого утра члена выездной избирательной комиссии уже на ногах. Нужно успеть объехать всех, кто воспользовался своим законным правом проголосовать на дому. А таких заявок на участке номер 835 только до обеда уже набралось 25. Первым члена избиркома навестили ветерана войны Ефрем Андреевича Ковалева, которому уже 99 лет. После того, как его танк подбили, раненый Ефрем Андреевич оказался в плену. В немецких лагерях выжил буквально чудом, навсегда подорвав здоровье. Сейчас он почти не ходит, очень плохо видит, но сегодня изъявил свое желание проголосовать на дому. Бюллетени заполнены и сброшены в урну. Впереди у выездной комиссии избиркома следующие горожане. Есть в работе таких комиссий и свои нюансы. Венера Семеновна, вот в чем особенность заключается вот этого голосования на дому? Расскажите немножко об особенностях. Почему трое? Почему на машине? Ну, выезжать мы должны на машине, потому что у нас урна и бюллетени на руках. И, во-вторых, мы ездим два члена избирательной комиссии и плюс наблюдатель. То есть это стандартная процедура такая? Да, это стандартная процедура. В чем вот сложности? Наверняка не первый раз уже принимаете участие в подобного рода мероприятиях. Сложности? Да нет. Все-таки пятые этажи там. Ну, ничего страшного. Хоть сколько адресов, но мы должны именно в этот день объехать, ну, как бы все адреса. Кстати, в течение дня число желающих проголосовать дома может меняться, причем многократно. Если сегодня вдруг вы почувствовали себя плохо и не сможете быть на избирательном участке, но твердо намерены сделать свой выбор, до 14 часов вы можете позвонить в избирком и избирательную урну привезут вам на дом. По предварительным данным общественной палаты, на сегодня своим законным правом проголосовать на дому воспользуются до 20 тысяч жителей Бурятии. Россия, священная наша держава! Россия, любимая наша здрава! Ровно в 8 утра официально объявлен старт голосования. В числе первых избирателей губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Сейчас на 8 часов явка вот такая активная, в общем-то ожидаемая, потому что это главные выборы в стране. И любой человек, мыслящий по-государственному, любой человек, патриот нашей страны из Забайкалья, я думаю, сегодня вообще в целом примет участие в этом событии. Я не всегда хожу голосовать в 8 утра, но именно в эти выборы, еще раз повторяю, самое главное и лично для меня, для моей семьи, для всего Забайкальского края, самое главное, для меня моя принципиальная жизненная позиция – прийти в 8 часов и первой отдать свой голос за президента нашей страны. Журналисты также собирались сегодня взять интервью у спикера Краевого парламента, который голосует на этом же участке. Однако сегодня утром Игорь Лиханов отправился в Москву, он проголосует в аэропорту Домодедово. Как известно, в эти дни в столице пройдет презентация Забайкальского края в Совете Федерации. Кстати, сегодня у Игоря Дмитриевича день рождения, с чем мы его и поздравляем. Что же касается рейтингового голосования, которое в Забайкалье проходит параллельно с президентскими выборами, то, как сообщила журналистам Наталья Жданова, она свой голос отдала за вторую очередь реконструкции площади Ленина. Здравствуйте, коллеги. В день выбора президента Российской Федерации за границей образовано 385 избирательных участков. В Монголии избирательные участки открыты в трех городах – Улан-Батор, Тархан, Эрденет. По данным Министерства иностранных дел Российской Федерации, за границей, за пределом Российской Федерации, число избирателей достигает около 2 миллионов человек. В Монголии русская община насчитывает приблизительно 2000 человек, насколько мы знаем. Конкретно у нас в Улан-Баторе зарегистрировались как избиратели более 700. Из 825 тех, кто, российских граждан, тех, кто внес свои фамилии в качестве избирателей и зарегистрировался на нашем избирательном участке, 405 человек к настоящему времени проголосовало. Именно из этого я делаю вывод о том, что российские граждане, находящиеся в Монголии, в этот день хорошо понимают большое значение этих президентских выборов Российской Федерации. Волею судьбы в этот день мы оказались здесь, в Улан-Баторе. Мы участвуем в выставке национально-образовательной 2018 года. Сегодняшний день, день выборов, каждый, кто находится вдали, должен сделать свой выбор и проголосовать за развитие, дальнейшее укрепление и благополучие России. Мы возвращаемся в Иркутскую область. Избирательная комиссия «Приангария» на 19 часов публикует следующие цифры. Всего в «Приангарии» проголосовали 50,19% населения. Это более 930 тысяч человек. На это же время явка в 2012 году была 48,89%. Максимальную активность проявили Баендаевские и Катанские районы. Чуть меньше показателей у Саянска, Свирска, Аларского и Черемховского районов. В Иркутске на избирательные участки пришли более 50% горожан, в Ангарском городском округе 51,5% и в Братске 49% населения. Предварительные результаты голосования избирателей на выборах главы государства станут доступны на сайте обл. избиркома после двух часов ночи 19 марта. К этому часу у нас пока вся информация. Мы будем следить за обновлением данных и обязательно расскажем об этом в эфире на телеканале Аист, а также в группах социальных сетей. Смотрите нас в Инстаграм, Фейсбук и ВКонтакте. Я же пока на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok